всем привет привет всем прекраснейшего настроения сегодня мы с вами посмотрим такую тему до какой урок вам предстоит пройти в ближайшем будущем ближайшем будущем ну скажем так месяц-два может быть до конца года не до конца года это много вот ближайший а сейчас идет октябрь октябрь ноябрь вот прям не до нового года декабрь здесь не захватывается прям ближайший октябрь ноябрь прям как-то так идет хорошо определяетесь с позициями тайм-коды есть ссылка на мои услуги в описании под каждым роликом нажимаете переходите в этой ссылке первом абзаце есть мои контакты моя почта мой телеграм личные и в том числе мой телеграм-канал в телеграм-канале если вы зайдете сверху будет прикреплена прикрепленный пост в этом посте есть вход на чатик прикрепленный телеграм-канал в этом чате мы общаемся в этом чате я даю много информации на основном канале телеграм-канале я выкладываю только картинку мотивашки на день и расклад если успеваю сделать все больше ничего я не делала основная информация обзоры на книги какие-то свои голосовые возможно сообщения информацию дополнительные шутки все такое я все выкладываю в чатике почему объясню потому что в чатике небольшое количество людей которые созвучны мне моей энергии где мы можем обмениваться и ключевое это то что это активные люди я не люблю пассивных людей которые просто наблюдают мне это вот как знаете как сказать как человеку который ведет этот часик да мне нужна обратная связь поскольку людям лень поставить лайк поставить какой-то смайлик и для них это вот вообще как-то напряжно и вот но при этом интересно что-то смотреть и поскольку работа любого человека не всегда оплачивается финансами она еще и оплачивается вниманием это внимание может быть в виде смайликов виде комментариев и так далее и так далее когда людям лень это делать тогда и мне лень чем-то делиться опять же не потому что лень а просто обидно вот по-человечески бывает обидно потому что для того чтобы все это дело вести я сейчас не говорю про youtube канал про любые соцсети для того чтобы что-то поделиться что-то написать что-то сказать надо вкладывать очень много энергии очень много сил найти картинки найти материал да что-то рассказать и когда ты делишься а взамен не получаешь обратную связь получается обесценивание опускаются руки и ничего делать не хочется многие с этим сталкивались но к сожалению в наше время когда информация меняется очень быстро до век скоростей когда через минуту уже люди забывают предыдущие два-три ролика что были в ленте им давай новое и новое интересное развлекаловка вот это знаете как гладиаторские бои византии вот это вот зрелище кровь жесткости и все такое и когда ты начинаешь давать что-то красивое что-то эстетичное что-то полезное то что заставляет наш мозг думать людям это не нравится потому что напрягаются потому что в мире в котором мы живем в мире зомбирование когда людей действительно делают тупыми вот прям реально тупые не надо ни о чем думать вот нажми на эту кнопочку и все лишние два шага сделать лишние две кнопки нажать это уже трудно вот и люди стараются себя как-то вот так ограничивать во всем и вот это вот все ограничения и автоматизм и они как следствие происходит некое такое знаете в греческом языке есть такое слово на русский язык она не переводится когда происходит какое-то знаете вот отмирание мозга да то есть когда человек перестает использовать свой мозг то есть элементарные вещи подумать уже человеку сложно потому что он привык все на автомате нажал на кнопку прикоснулся к сенсору там я не знаю дунул показал свой глаз и так далее так далее и все само с собой случается и но если есть какая-то ситуация где нужно не нажать не на одну кнопочку на три это уже представляет проблемы поэтому к чему я это все говорю а начала я к тому к чате к тому что и я в основном телеграм-канале сказала если нравится просто слушать ну то есть принимать поглощать просто послушала расклад просто посмотрел на картинку и при этом ничего не не поставил не сказал окей не вопрос я к этому нормально отношусь но дополнительному материалу интересному материалу ценному на мой взгляд куда я вкладываю свою душу я что-то рассказываю где я делаю обзоры на книги обзор на книгу это не то что вот взять и сказать что вот эта книжка про это и все можно почитать аннотацию много мозгов не надо но когда ты берешь цитаты когда ты объясняешь когда ты рассказываешь я не имею ввиду художественную литературу я имею ввиду литературу в контексте эзотерических каких-то понятий да прикладываю какие-то усилия у меня ясное дело как у человека есть ожидание что как минимум человек поставит лайк поэтому я разделила и чатик который активный где люди пишут где разговариваем просто общаемся потому что иногда знаете вы читаешь комментариях люди говорят ой мне так хочется с кем-то поговорить единомышленным там я не знаю обменяться информации у меня такое знаете такие круглые глаза появляются и и я удивляюсь и говорю о том что блин вот создала пространство общайтесь делитесь почитали что-то интересное расскажите про это услышали какую-то интересную информацию именно интересную не сплетню а поделитесь вот и люди не умеют делиться на самом деле вот мы все что-то хотим но по факту вот что-то сделать мы не можем вот как будто бы такое знаете ощущение что все на словах все на словах на деле очень-очень всего мало это я к тому что каждый раз я говорю про телеграм-канал каждый раз говорю про блицы каждый раз говорю там я не знаю про личные консультации как они проходят что вам нужно сделать и вот такое ощущение что каждый раз появится какой-то человек который скажет а я это не видел а я это не знаю а как с вами связаться и у меня единственное объяснение такой позиции это это новичок потому что если ты человек который долгое время со мной наверное вот все мои слушатели уже устали от моих вступлений того что я что-то все время говорю там объясняют продавливают не знаю что то такое я уже сама себя ненавижу за эти вступления честно вот если они такого организационного формата но я и говорю не потому что я это хочу а потому что я с этим сталкиваюсь и потом знаете когда люди пишут в личные сообщения с вопросами я могу потратить и 10 и 15 минут от полезного для меня времени для того чтобы объяснить банальные вещи о которых я говорю каждый раз во вступлениях и вот у меня такое ощущение что знаете вот ну не знаю не слышат что ли люди либо не ценят я не знаю как объяснить честно чем больше работаю с людьми тем больше понимаю что надо мне не мне вообще всем людям на кто работает с людьми платить за вредность честно потому что люди разные очень приятно когда ты сталкиваешься с человеком понимающим когда объясняешь вот банально какие-то вещи да вот сделай шаг 1 шаг 2 шаг 3 и человек это делает и у него сразу с первого раза получается и это вот знаете как бальзам на душу я так радуюсь думаю боже человек понял и и хочется даже знаете как-то еще что-то сделать хорошее приятному этому человеку но бывают люди которым даешь инструкцию что сделать как сделать они тебе еще кучу наводящих вопросов задают а потом в конце еще и отказываются от твоих услуг потому что им что-то показалось не так либо они по каким-то причинам там встретили какие-то трудности препятствия и не хотят их преодолевать то есть мало того что ты энергию сливаешь на данных этих людей и и еще и виноватым оказываешься и вот действительно терпение терпение вот если вы хотите прокачать терпение вот как качество да если кому очень важно я могу поделиться личным советом начните работать с людьми начните с ними разговаривать особенно с теми людьми у которых есть претензии вы не представляете бывают люди которые знаете пишут с уважением и вот прям ну реально хочется вот всю душу отдать за за уважение за тот формат напишут поздороваются обратятся по имени это так приятно а есть люди которые пишут себе мало того что не здоровается потому что еще и неправильное имя пишет еще и с требованием и вот это вот вообще для меня грань человеческого какого-то отношения то есть ты ко мне обращаешься а я еще самый главный еще и ночью напишут то есть ладно если допустим это мой клиент мы уже как-то пересекаемся и на блицах люди знают что я работаю по ночам я всегда говорю отключаете телеграм сообщение потому что я буду присылать ночью я работаю ночью записываю ночью консультации либо блиц и отправляю ночью чтобы вас не беспокоить отключаете телеграм сообщения ну либо почту чтобы вас не беспокоить но есть люди которые впервые ко мне приходят они мне пишут ночью представляете знаете что такое в час ночи начинает пиликать какое нибудь сообщение это как я это понимаю я отключаю да я вообще до ночи отключаем интернет в телефоне чтобы вообще мне ничего не беспокоило и утром когда я включаю начинает приходить сообщение я смотрю время но время же отображается час ночи по 2 ночи думаю блин это это же надо незнакомому человеку написать и хорошо если бы это было не знаю вот там чем-то поделиться что-то рассказать обычно обращаются за услугами то есть это такой важности да это вот прям так горит там я не знаю что-то приобрести какой-то курс в два ночи но вот где логика людей да где вот вот это вот воспитание которое было раньше где вот это вот отношение к людям человеческое не знаю может быть раньше и не были люди такими образованными да там 35 10 20 высших образований были простые рабочие но при этом вот это вот человеческое уважение воспитание она почему-то было и со временем мы это утрачиваем и идем в худшую сторону и причем самое интересное те люди которые когда-то ну то есть это не молодежь которая может написать это можно дать скидку это люди которые ну взрослые уже ой вы знаете а я не подумала но я думала я вам отправлю а вы утром увидите но отправляя же звук есть сообщение я я не знаю это опять же то что я говорю это не претензии это я знаете как это алиса в мире чудес вот сколько живу не перестаю удивляться как так ну почему но почему ты об этом не подумал почему ты не поставил себя на место другого человека ну как так можно особенно когда обращается с определенная категория людей с претензиями и с требованиями что вот я кому-то что ты должна это вообще грень предела причем это люди незнакомые мне это не те с кем мы когда-то работали с кем-то как-то взаимодействовали мне это надо ноги и мне все время в такие моменты хочется как-то нахамить нагрубить потом думаю нет это неправильный подход надо надо с уважением надо с просто вспомнилось если вы хотите прийти в чатике общаться добро пожаловать на праве условия что вы будете активными если вы будете приходить просто но я вижу же да кто активничает если я увижу что какой-то активности нет лайки не ставить не комментируйте то лучше не надо в чатик ходить и значит вам эта информация не нужна как-то так но мы давайте с вами посмотрим какой урок предстоит пройти в ближайшем будущем убираем позиции номер один голубенький камешек подвину так так видно эти камешки видно где их не видно будет а тут а вот тут так тут будет не видно так приступаем какой урок вам предстоит пройти единички в ближайшем будущем семерка мечей это что такое с чем это семерка мечей у нас здесь связано с какими-то новыми начинаем идет чуть мы здесь хитрим что-то мы тут хитрим по поводу своих каких-то желаний да то есть я могу предположить что ли какой-то новый этап вашей жизни начинается какое-то либо обучение либо какое-то предложение вы получите да каким-то образом связано с материальным миром то есть это может быть предложение на работу да как-то вот устроиться либо на работе какое-то предложение получите либо там зарабатывать что-то то есть это не обязательно работа может быть какая-то сделка да какая-то разовая вот но суть заключается в том что здесь вы будете проявлять какую-то хитрость вот с чем связаны как раз таки с выбором возможно это будет какая-то знаете проверка насколько вам действительно нужно то что вам предлагаю то есть велика вероятность того что вы что-то хотите вы о чем-то манифестируете что-то говорите вот что мне это надо а потом когда появится случай до подвернется какой-то случай где вам сделаю то предложение которое в принципе вы хотите вы здесь будете задумываться а надо она мне или нет то есть есть как будто бы какие-то сомнения и как следствие но что-то не удовлетворяет вот полностью вот это вот предложение до либо какой-то науть начинание может быть курс какой-то да то есть вы вроде бы и хотите но полностью вы не удовлетворены поэтому здесь как будто вы начинаете хитрить это будет связано вот ту жезла да с каким-то новым начинанием вы бы каким-то причинам здесь думаете вот что что вас смущает либо что вас будет смущать недостаток какой-то информации то ли вам например если это опять-таки в контексте работы непонятен график непонятен там я не знаю когда у вас будет выходные то есть знаете иногда бывают такие графики там скользя какой-то график и и и ты не распланируешь этими ну сложно будет понять вот я работаю утром либо я работаю вечером либо как вот как-то вот так недостаток какой-то информации да не не понимание вот что-то вы будете либо что-то здесь не договариваю да вот типа вот такой будет графику столько будешь получать но не договаривает о том что там обязанности будет больше либо надо будет как-то дополнительные дни приходить либо но в общем какая-то вот здесь хитрость и хитрость со стороны других людей в контексте не непрозрачности вот что-то непонятно будет может быть вам будет непонятно может быть ситуация прозрачна вам что-то будет непонятно да вы не будете чувствовать себя на коне почему почему король жезлов знает как-то связано с коммуникации с общением такое ощущение что вот вы как-то вот себя будете ограничивать здесь идут какие-то ограничения в чем-то то есть это предложение она вот я говорю она вроде бы с одной стороны и заманчивая да это то что вы хотели но с другой стороны вот есть что то что вас не удовлетворяет в этом может быть недостаток будет финансов здесь какие-то рамки есть вы как-то не захотите что ли принять полностью либо вот прям знаете с открытой душой это предложение так урок здесь в чем урок связан как раз вот с профессиональной деятельностью да с вашим мастерством говорится о том что что-то по-новому то есть если вы хотите больше получать если вы хотите развиваться если вы хотите как-то расти масштабироваться профессиональной сфере да то здесь вам нужно будет что-то начинать по-новому да какие-то новые начинания что а что это за за начинание а здесь надо будет прорабатывать какие-то свои страхи смотрите возможно поскольку луна да она все время говорит о недосказанности о каких-то иллюзиях не знаю обманах вот что-то такое что далеко от ясности здесь возможно ваш урок он будет связан с тем что вам изначально на берегу надо будет научиться обговаривать вот то чего вы боитесь то что вас не удовлетворяет то есть если что-то не понимаете не пресс надо прояснять если что-то есть какие-то неизвестные да надо спрашивать то есть здесь вопрос коммуникации какой-то урок вы будете проходить а почему здесь страх потому что для вас будет очень трудно да трудно вам покажется что как будто бы очень много каких-то обязательств одновременно на вас склад возлагается это не обязательно да вот только вот связано с новой работой так как будто вот это вот новое то что должно войти вашу жизнь а но вот под это новое надо будет перестраивать перекраивать свой день перекраивать свой график и вам вдруг неожиданно покажется что всего становится очень много то есть вроде бы входит что-то одно вашу жизнь но она как-то вокруг него должны перестроить ваши приоритеты ваша привычная обыденность чего вы не очень хотите и вдруг вам неожиданно кажется что это трудно что это сложно вот сразу все навалилось как-то так да и это будет вас как-то огорчать но вот в этом есть и иллюзия как раз таки как будто бы появляется знаете суета ненужная суета и она забирает у вас энергию и по сути вы не делаете то что действительно вам нужно то здесь урок увидите научиться видеть вещи такими какими они есть здесь проблема в том что ваш комфорт и ваше удобство одно для вас в приоритете когда что-то новое входит а вы хотите это новое ну либо она вам нужно для развития вы вдруг начинаете как будто бы паниковать понимаете что я не справлюсь я ничего не успею и возможно вы и отказываетесь либо даже если соглашаетесь вы все равно не получаете удовольствие то есть по идее вот это вот предложение до которая входит вашу жизнь она входит потому что ну вот вам надо как-то развиваться и она вам во благо а по факту так как вы это видите ситуацию получается так что она вам не во благо а вот как то ну как лишний груз что ли в нем нету радости в нем нету удовольствия хотя результат то что она вам дает это что-то такое полезное что вам необходимо здесь вам надо отношение свое сменить к тому что вам дается вот вы почему-то начинаете здесь паниковать чем связана ваша паника десятка кубков но вы очень эмоциональный человек вы начинаете как-то переживать да по поводу того что как-то ваша легкость уходит либо ожидания да то есть здесь могут проходить даже и разочарование вот то есть ваши ожидания они не соответствуют реальности то есть возможно вы хотели что будет все легко а здесь получается не то что вот вам трудно а это вот ваше субъективное восприятие что трудно то есть если вы все правильно распланируете запланируете вы просто станете более активными и у вас все получится вы все успеете но вот почему-то вот эту дополнительная активность она вызывает у вас какой-то напряг потому что лишает вас вашего какого-то размеренного темпа жизни ритма жизни вот четверка мечей ведь вот вы привыкли вот быть в таком спокойном расслабленном состоянии а тут идет дополнительная какая-то энергия активности в рамках вот того предложения да либо той ситуации новые которые войдет ваша жизнь это понятно да то есть ну так и должно быть но вы как-то вот не очень этого хотите как-то вот я чувствую это знаете вот тяжело запыхалась и запыхалась вот не хочу вот какое-то отторжение идет на вот сказал отражение ведь это забирает вас очень много энергии по десятке мечей и урок заключается в том что вот вам вот эту ситуацию ваше отношение надо пересмотреть и изменить то есть так как вы смотрите на эту ситуацию здесь нужно изменить ну то есть привнести как то знаете бывают такие вещи когда ты что-то понимаешь потом как будто бы твоя жизнь меняется но уже меняется в лучшую сторону потому что у тебя есть понимание вот у меня такое чувство что вам здесь как будто бы какого-то понимания не хватает то есть вы как будто боретесь но вот это вот борьба она она неэффективная то есть борьба знаете за какие-то права вот во благо идет да то есть с чем-то борюсь во благо отставил какие-то свои границы там отставил свою точку зрения то есть ты понимаешь а тут вот вы как будто бы боретесь но не за что-то а вот что вам принесет благо а здесь вот какой как будто благо которое вы хотите это вот ваше спокойствие да то есть возможно какой-то такое отшельничество а уединение то есть оставьте меня в покое я ничего не хочу но при этом допустим если вам не хватает денег вы понимаете что нужно как-то дополнительный источник дополнительный источник он будет забирать большее время больше энергии больше ваших сил ясное дело вы будете больше уставать и вы этого не хотите понимаете вот здесь какой такой сильно нужно просто пересмотреть ваш подход и вот такой урок вас ожидает ближайшее время с чем будет связано предложение я не знаю я здесь рассмотрела профессиональную сферу но это не факт это может быть что угодно так это была у нас с вами первая позиция вторая позиция красненький камешек так какой урок вам предстоит пройти ближайшее время это такое ощущение что вот вам придется как-то притормозить своих коней как-то так странно обычно мы всегда говорим движение движение вперед а здесь как будто надо притормозить как-то сдержать вот эти вот как того здесь когда узды узды правления как-то вот придержать коней чтобы они не не бежали не здесь не надо торопиться почему вот я хочу спросить что ты не совсем понимаю почему вы как будто вы знаете сливается здесь очень много энергии на то что вот хотите все быстро не знаю получить быстро какие-то знания как-то вот торопитесь торопитесь хочется сказать не беги вперед паровоза медленнее потому что вот в этой скорости да она как будто бы у вас вы начали бежать и у вас скорость нарастает по инерции вы уже сами понимаете что вы устаете от такого ритма но вы как будто вы не можете остановиться вы все равно продолжаете бежать и у вас уже вот этот вот бег он уже не идет как я зачем-то бегу да либо к чему-то бегу а бег просто потому что как будто ноги не могут остановиться и вам уже плохо самому от этого бега но не получается как-то остановиться это забирает очень много энергии у вас и ресурсов то есть начале это было прикольно вы наращивали наращивали ритмы а теперь вы не можете остановиться и вам уже от этого бесконечного наращивание скорости вам уже со мной либо самому становится плохо потому что вы тратите очень много энергии вот на на эту скорость то здесь понимаете получается не качество а именно какое-то количество и это количество она не переходит в качество она наоборот забирает это качество качество вашей жизни качество не знаю чего здесь нужно уравновесить как-то ситуацию выровнять ее сбалансировать как именно страшный суд здесь придется что-то заканчивать заканчивать какие-то вот прям останавливать себя не знаю какие-то свои проекты какие-то свои идеи вот именно поставить точку придержать и при этом скажу даже больше здесь нет не то что нужно будет придержать как-то замедлиться в каких-то моментах здесь нужно будет и остановиться даже потому что должно произойти какое-то вот перерождение у меня знаете перед глазами мультику показывает вот этого как он там дятла до в американском мультике который постоянно бегает 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 у него как каворан как-то так не помню вот этот мультик американский известный всем протято и вот он бежит 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 у него такие вот скоростные какие-то ноги они как это не останавливаются что-то здесь такое и здесь говорится о том что урок который вы будете проходить вас будет останавливать вас будет затормаживать а в каких-то моментах вообще будет . то есть туда когда вошли вас остановить скажет все дальше мы не идем все на этом . не удивляйтесь не расстраивайтесь не огорчайтесь но вот так 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 будет почему точку эту ставят потому что здесь как будто бы как-то вот берегут на берегут вашу душу может быть вы открыли много как этот новых полей победы да вот как-то новые начинания разные в разных сферах кто вот одновременно и происходит здесь энергетическое истощение вот я чувствую человек истощается здесь может быть даже так что кто-то здесь может и заболеть на потому что вот как-то вот вы небережно к себе относитесь как много окон и дверей открытых и получается что вместо того чтобы увидеть новые возможности до выбрать и пойти получается какой-то сквозняк и вот вы вам от этого хуже потому что все двери открыты все окна открыты и и вы почему-то как-то вот никуда по сути не идете вы находитесь на этом сквозняке поэтому здесь не очень хорошо и вот чтобы ваша душа вот как-то не расплескивалась бессмысленно здесь вам нужно понять что одно дело когда мы развиваемся параллельно в разных сферах и это хорошо а здесь же не развитие здесь вы не можете вкладываться одновременно там в три в четыре проекта либо не знаю каких-то вещей все равно наш мозг он воспринимает определенное количество информации за раз то есть внимание сразу не может быть на двух пяти десяти каких-то предметах очень сложно удержать ну на 1 на 2 на 3 хорошо на 7 но не более дальше теряется и вот у вас как будто бы много каких-то таких новых начинаний вы по сути пользы от этого не имеете потому что вы не включаетесь на сто процентов вот и отсюда получается как-то вот все по верхам по верхам а сути никакой нет и это как бессмысленное какое-то что-то знаете сливание какой-то энергии трата ненужная трата и вот вас поэтому будет в каких-то моментах будет закрывать дверь и останавливать для того чтобы вы как-то вот сделали какую-то переоценку пересмотрели нужно вам это или нет какой такой урок да и заново поставились для себя какие-то цели они будут допустим там не знаю две-три но при этом вы будете ощущать что да я могу туда вложиться мне не надо больше вот мне этого достаточно вы это почувствуете да узкала почувствуете королева кубков вы будете чувствовать что вам нужно как вам нужно куда идти будете делать ориентир на момент сейчас вот сейчас что для меня важно не потом не через год не через два то есть вас как будто бы возвращает момент сейчас здесь так интересно вам будет это сложно достаточно этот урок пройти по пятерки мечей почему потому что здесь есть такое знаете как то не знаю как то вот вы пробудились неожиданно почувствовали какой-то свой потенциал внутренний прилив энергии сил и вы решили для себя что вот мне все любые горы по колено да я хочу быть победителем любой ценой мне это надо что не очень свойственно как будто бы вашему характеру такое знаете вот ощущение как на каких-то энергетиках находитесь чувствуете в себе силу что я справлюсь я справлюсь а по факту вам говорят что если убрать из твоей жизни энергетик тебе вообще сил не хватит на какую-то обыденность где-то идет здесь перебор поэтому вам будет сложно потому что вы будете себе гордо нет я могу это да нет я способен да да у меня это получится вот здесь как-то не совсем так вы как будто бы себя здесь ограничиваете именно в этих желаниях нежелание ограничивают вас а вы себя когда начинаете вот я хочу еще 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 и вот в этом как будто бы есть какие-то ограничения на здесь что-то нужно разрушить будет из вашего прошлого какие-то страхи такое ощущение что вот то что вы хотите чего вы хотите добиться вот в разных этих сферах это как будто бы не все ваше где-то это что-то как под влияние какое-то что ли попали и вы для себя говорите что он вот мне это надо на самом деле это не так вот вы как будто бы здесь чего вы тут боитесь не знаю в такое ощущение какое-то вот у вас состояние словила я может быть сейчас я не могу понять вот когда вы боитесь что вдруг все как-то там голову забрело что все ваши возможности они вот только сейчас что потом возможности вообще никаких не будет вот вы боитесь упустить каждый шанс каждую возможность а поскольку вокруг вас очень много возможности будет вот вы как будто бы хотите схватиться разом за все и вот какая-то такая внутренняя паника по поводу того что вот если я за все не схвачусь то я потом у меня не будет шансов такое знаете иногда бывает как-то я не знаю когда человек видит впереди себя какие-то ограничения до либо как это сказать например но не знаю возрасте когда уже нету столько сил да я я потом буду отдыхать я не не смогу тогда делать то что могу сейчас поэтому мне надо поторопиться и сделать все одновременно сейчас то есть проблема не в том что вы хватаете за возможность а проблема в том что вы много одновременно вот в этом проблема и причем знаете если так и я говорю здесь какое-то неестественное состояние ваше потому что она выходит не из желания я не случайно сказала про энергетики здесь какой-то вот этот энергетик это страх какой-то вот вы боитесь что вот я не знаю что то у вас там в голове случилось какие-то убеждения вы себе придумали что как-то себя накрутили что вот только сейчас могу тут через два года это будет уже например там поздно все я уже буду старуха я уже это не смогу вот мне сейчас как будто бы нам приспичило такое хорошее русское понятное слово приспичило причем приспичило именно сейчас знаете когда человеку приспичит все неважно это ночь не ночь там спят люди мне это надо вот вот какая какая-то такая энергия и это не совсем про вас зная ваша чувствительность ранимость понимание других людей какая-то вы знаете тактичность воспитанность а тут вдруг вам вот все приспичило и вы как-то ведете себя несвойственно своему характеру так тяжело на сердце стало прямо на эти хочется так это выдохнуть успокойся на то есть хватит бежать как какая-то лошадь куда бежи бежи бежишь уже сил нету хватит я не знаю почему вам это все приспичило и ключевая ключевая какой урок то вы здесь будете проходить то есть опять же таки следствие это вот то что не надо бегать и надо остановиться причина заключается в каких-то ваших убеждениях каких-то ваших страхах что дороги закроется и у меня больше никогда не будет возможности не знаю найти надо брать этого мужика потому что больше не будет потому что вот я не знаю в моем возрасте такие не валяются на улице вот какие-то такие знаете хочешь сказать примитивные убеждения но специально утрирую да чтобы вот вам было как-то понятно что ну я не знаю как на базаре надо купить 20 килограмм помидор зачем тебе 20 килограмм помидор но на всякий случай потому что вдруг у меня потом денег не будет вот я сейчас это все накуплю на фига вот как-то ну причем это знаете вот какая-то паника здесь состояние паники урок связаны именно с какой-то с каким-то паническим состоянием куда-то надо бежать надо что-то делать надо вот как-то беспокоиться вот какая-то вот беспокойство беспокойство что я упускаю упускаю выпускаю вот с этим будет связано вот этим надо разбираться кто-то вы боитесь как-то за будущее упущу шанс и не будет никакой стабильности да я не смогу дальше развиваться вот такое чувство как будто бы надо сейчас как-то впрок наесться потому что потом у меня будет там 40 дней голодовки и вот мне сейчас надо сейчас чтобы вот я насытил что потом вот эту голодовку спокойно как-то прошла да как то вот здесь какие-то такие энергии поразбирайтесь да то есть урок связаны непосредственно с какой-то паникой с каким-то внушением что это откуда это не знаю какой то вот что-то всплыл какой-то сценарий здесь вот это у нас позиция позиция номер три зелененький камешек троечки смотрим вас какой урок нам предстоит пройти уже опять разочарование опять 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 в чем вы тут разочаровываетесь в каком-то в чем-то в какой-то не знаем может быть 1 новый какой-то коллектив новые люди новый какой-то проект то здесь идет разочарование в чем конкретно в людях либо вот в самом в чем в чем разочарование разочарование в дьяволе да в разочаровании в каких-то ваших ожиданиях что он говорит дьявол да то есть вы видите то что вы хотите какая-то ваша проекция будет то есть по сути когда мы например знакомстве с новым человеком мы изначально его не знаем но как только начинает с нами сговаривать у нас есть какие-то свои триггерные точки если мы их услышим в этом человеке то запускается наши детские сценарии и получается так что мы как такового человека не знаем а мы на него проецируем какие-то свои воспоминания очень похожие с теми триггерными точками которые мы увидели в этом человеке я не знаю например у этого человека есть какой-то запах который вот вам напоминает а не знаю вашего брата вашего отца все и пошло-поехало да то есть какие отношения у вас были с отцом либо какие были с братом и вы начинаете проецировать на этого человека это абсолютно новый человек но вы в своей голове воссоздаете какую-то такую картинку да и ну либо это какой-то вот прошлый опыт вы бывают так знаете прошлые какие-то отношения которые вас разочаровывали и человек не знаю может быть просто запоздал как-то на встречу был какой-то форс-мажор но вот этот форс-мажор он включил вас какую-то триггерную точку которая вам говорит о том что ну вот у меня был уже человек который все время опаздывал да на какие-то встречи значит это тоже ненадежно значит я тебя не беру в свои партнеры потому что толку от себя не будет а человек просто опоздал банально форс-мажор был опоздал вы не даете как будто бы шанс человеку до сказать что как почему вы сразу на него проецируете какую-то картинку здесь вот этот вот дьявол он говорит о том что вы разочаровываетесь урок научиться не разочаровываться в каких-то отношениях да то есть это могут быть профессиональные какие-то отношения в команде в группе каких-то людей до единомышленники и так далее в каких-то сделках может быть договоренности до разочаровывайтесь почему потому что вы проецируете на это вот какие-то свои ожидания то есть дьявол вам показывает какие-то ваши внутренние тени которые вы накладываете на этого человека и поэтому разочаровываетесь урок разочарования да причем разочарование связанные с каким-то выбором ведь и девятка жезлов пошла каркан прошлого то есть вы как будто бы будете разочаровывать зачем я это выбрала да зачем я там например с вами договорилась либо вообще влезла в какую-то какой-то договоренность что ли какое-то дело то здесь человек как будто бы разочаровывается в своем собственном выборе вот но причина да сразу нам здесь дьявол показали причина здесь ваши каких-то синевых аспектов либо вы проецируете на человека то что вы хотели бы как бы хотели чтобы этот человек себя вел либо здесь какие-то ваши теневые аспекты будет всплывать и ну всплывают они для того чтобы вы их увидели приняли осознали изменили вот но вы как-то вот в другом русле на это будете смотреть что вот опять тот же самый урок и все такое какие-то вот огорчение разочарование опять не получилось здесь трое здесь трое кубков разлито да то есть опять не получилось как-то что-то сделать так как вы хотели так как урок будете проходить аркан звезды эрофантом урок идеализации вот что-то вы тут идеализируете представляете свое какую-то свою истину какую-то свою пропагандируете да и вот вы закрываетесь от от чего вы тут закрываетесь взаимодействие с другими людьми видите вот вы как будто бы чувствуете что только я я прав вот то что я отстаиваю свою какую-то точку зрения она так и так как и есть на самом деле вот но но вот это вот как будто бы только в вашем видении вашей голове вашем виртуальном мире поэтому вы и разочаровываетесь здесь какой-то вот это тень идет какие-то игры разума здесь речь идет о том что вам нужно сфокусироваться на том чтобы найти какой-то вот ответ для себя внутри себя этот свет то есть здесь два светила двумя светилами окружен нас отшельник с одной стороны это звезда которая у него фонарики а с другой стороны это солнце что тоже является светилом да как некой такой звездой вам нужно сфокусироваться и найти в себе в себе какой-то свет то есть вот это вот тьму этого дьявола да мы можем победить только своим внутренним светом своим настроением знаниями информации то есть чтобы не разочароваться да вот этот вот подсказка как пройти этот рук через внутреннее какое-то ваше состояние через внутренний свет радость поднятие вибрации и то что проясняем какую-то ситуацию то есть все должно быть известно все должно быть понятно то есть лишний раз уточняете спрашиваете правильно ли я поняла это ли ты имел ввиду так ли ты сказал верно ли я услышала потому что вот здесь какая-то игра идет вашего разума и отсюда идут уроки разочарования что вам здесь надо понять что каждый человек он уникальный по-своему и вы эту уникальность можете увидеть и понять только тогда когда вы начинаете включаться в человека не дорисовывать не до придумывать а именно включаться интересоваться то здесь нужно научиться задавать вопросы которые помогут вам сформировать картину о человеке то есть то кем он является на самом деле да и это вот поможет вам двигаться дальше в будущем то есть правильно развиваться изменить как-то свою свою ситуацию здесь причина вообще заключается в том что вы как будто много знаете да и поэтому когда что-то видите в другом человеке вы изначально как будто бы себе даете такую установку что я уже с такими людьми встречал вся встречалась вот и я знаю да вот каким критериям по каким характеристикам эти люди выделяются вот и здесь допустим такой же случай вот такие же критерии и не зная человека достаточно близко не узнавая его вот сразу в какой-то знаете у вас шаблонное какое-то отношение к человеку появляется да вы сразу в какую-то категорию для себя помещаете и ваше отношение она вот к человеку становится вот именно таким и вот вы как будто бы потом в дальнейшем разочаровываетесь причем это разочарование может быть как и в лучшую сторону так и в худшую то есть здесь вопрос заключается в идеализации то есть вашем понимании того какие люди да вот вот это вот такой тип а это вот такой тип вот как какая-то классификация у вас бесконечно идет да и иногда иногда вы ошибаетесь может быть даже вы ошибаетесь но вы об этом не знаете да то есть вам не дают обратную связь и вы не знаете что вы ошибаетесь но суть заключается в том что вот как-то по-настоящему людей вы не знаете вы с теми с которыми вот здесь как-то взаимодействуете вы можете догадываться но вы не знаете в реальности да кто это кто эти люди поэтому здесь идет разочарование поэтому какие-то такие уроки здесь будут проходить тройки так как у нас была позиция здесь много не не стану говорить благодарю вас всех за внимание всем отличной среды если вы будете смотреть в среду прощаюсь с вами до следующего расклада на с пятницу мы с вами посмотрим про учителей ваших учителей если хотите можете в комментариях предлагать темы к раскладам те которые вам будут интересны и сразу хочу сказать если иногда во вступлениях я такая достаточно эмоциональная не знаю высказываю свою точку зрения иногда может быть стоит прислушиваться к тому что я говорю а иногда вот вот это вот моя эмоциональная знаете я очень часто когда переслушиваю я потом огорчаюсь и говорю о том что блин ну зачем ты это сказала да вот как-то в порыве может быть надо было промолчать а с другой стороны я понимаю что я вообще как личность очень часто много молчу на здесь где-то что-то не сказала и вот это вот молчание она внутри начинает меня разрушать вот и поэтому я всегда стою вот такую дилемму да с одной стороны что-то сказать а с другой стороны промолчать и склоняюсь все больше и чаще сейчас к тому что нужно говорить безусловно фильтрует то что я говорю каждое слово чтобы знаете как то так и не обидеть других людей и при этом сказать достаточно тактично но бывает моменты когда но не получается тактично да потому что вот доходишь тоже как-то до своего предела и сдержать себя в рамках уже не получается поэтому на всякий случай да заранее всегда извиняюсь если кого-то заденут мои слова но вот сдержать себе тоже не могу все прощаюсь всем пока пока